попросили нас выбрать бывшую пилу при ограниченном бюджете небольшой обзор бывших пил поставим которые широко распространены у нас и на них есть запчасти первым делом мы взвесим пилу то есть как бы требования нашего клиента что пила была не тяжелой вот у нас электронные весы canter и вот у нас взвешиваем вот у нас уже пилы все как мы взвесили заранее и у нас тут таблица вот это у нас husqvarna 137 4400 штиль 180 4100 38 китаец 4300 45 китаец в данном случае good luck 5 килограммов и 58 китаец дутый так называемый китаец он самый большой по объему двигателя и самый тяжелый 5,5 килограмм ну в общем наиболее легкий штиль 180 у нас отличается простоту и надежностью конструкции мы конечно рекомендуем всем его но и он самый дорогой даже в будущем состоянии хороший стоит порядка двух с половиной тысяч где-то нас уже модель 2009 года вещь дорогая но как правило проблем не доставляет самый дешевый у нас конечно китаец 38 пилка когда немного пользоваться принципе неплохая но есть конечно не минусы допустим стоит праймер рано или поздно не накрывается обратный клапан приходится менять и дополнительной трубки но в общем не самый удачный вариант на ней стоит звездочка только профильная то есть плавающая звездочка сюда не предусмотрено вообще вот допустим в штиле развернишьте вот в данном данном экземпляре стоит уже нас плавающая звезда то есть это плюс долговечности тут стоит у нас строго профильная звездочка то есть вариантов нету ну самое дешевое самое дешевое возникает со временем проблемы со стартером у нас тут есть видео по стартер именно этой пилы но это очень характерная особенность из восьмых китайцев так теперь у нас партнер но они с производства уже сняты в данном случае за нас она поверни покажи пружинные подвески это у нас 351 но их там много всяких вот установлены у нас амортизаторы кстати дух сломан мы меняли в машину сельской тут амортизатор 8 на 3 амортизаторов стоит оси пилка как бы небольшая но оказалось довольно таки тяжелый сколько на там у нас 5 100 да да у нас тут список она не попала но сейчас мы буквально вот у нас она в другом списке 5 160 чуть тяжелее остальных маленьких пил ну и допустим от husqvarna у нас 137 тоже с производства сняты но не распространены бушную можно найти без проблем тоже на него можно поставить звездочку плавающую вот тут установлена с венчиком звездочка то есть это это плюс в общем она неплохая довольно таки мощная стартер надежный но есть такая в ней болезнь как импульсные трубки которые вечно трескаются может подшипник коленвала не выдержать тоже слабое место ну в принципе домой если не тут немного эксплуатировать то пила годится тоже так и по цене на как бы можно найти и даже дешевле чем штиль вот следующий у нас идет 45 китаец в данном случае у нас good luck оригинал бушные они в принципе недорогие можно купить в отличном состоянии в районе полутора тысяч гривен ну плюс что как бы запчастей на него много и они недорогие пила мощная хорошая надежная ну и самая тяжелая у нас пила и самая мощная это китаец 58 так называемый дутый на нем тоже на этих более мощных китайцах установлены из завода плавающие звезды пила немного мощнее чем допустим 45 но по весу конечно пол килограмма лишних если работы много тоже играет большую роль но такой у нас небольшой обзор так что выбирайте пилу которая вам по вкусу и по карману вам покажет вот вот Продолжение следует...